Я просто еду вперёд! Он меня толкает! Я только подруливаю влево-вправо, чтобы не съезжать. Это во мне лунная походка Майкла Джексона. Всем привет! Вы на канале NewPlay, и сегодня мы будем продолжать проходить Твин Мирор. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Центр Басвуда! Господи, эти низкополигональные машины меня выбесят. Где их текстура? Почему она не покрашена? Кстати, я вот видел у нас в городе мужика на таком вот инвалидном кресле катается. Он капец гоняет! Кто бы сомневался, я приехал в День Шахтёра. Да, ты умеешь выбрать время. Ладно, это сейчас не важно. Соберись, и на звонки Деннис не отвечает. На звонки Деннис не отвечает. Что дальше? Поспрашиваю, может, его кто-нибудь видел. Вдруг сам еще что-то вспомню. Неплохой план. Какое адекватное раздвоение личности, а? Так, Басвуд город маленький. Если Деннис проходил по главной улице, его точно кто-то видел. Расспросить знакомых про Деннис. Ладно. А у нас с Деннисом. Деннис вчера оторвался по полной. Проехался и по Нику, и по Ане. Чё я с ним сделал? Трахнул. Так, ладно. Куда можно пойдем? Ну, кроме как нахуй. Нахуй меня не интересует. Так, там ничего нет. Так, за машиной ничего нет. Так, чё у нас? Даже нельзя будет пойти. Да ладно. Сюда можно? Хорошо. Ну, давайте попробуем. Та, блин, ничего не выйдет-то. Ууу, граффити. Не до конца сетка прогрузилась. А-а-а! Ну, в принципе, на минималках играю. Чё жаловаться? Скажем спасибо, что игра хотя бы... Не очень лагает. Да, в принципе, она особо и не лагает-то. Только... А, стоп, то есть я могу походить по... По налево-направо. Угу. Знак. Хорошо, хоть Басвуд Джангл че-во? Блядь. А-а-а, иди подальше. Хорошо, хоть Басвуд Джангл еще существует. А че вот такое-то? Много компаний просто закрылась. Ладно. Я не знаю, что такое Басвуд Джангл, но хорошо, что он не закрылся. Так ладно, туда зайти не могу. Я-то полагаю, я за пределы этого выйти не смогу? Ммм, я понял, да. Вот за пределы этого я выйти и не могу. Окей, я вас понял, господа, но вот тут как раз и... Ограждение, баррикады. Ограничивает движение в день шахтера. А не в день шахтера, по хую. Так, вышел-то я там. Так, о, боже, я забыл, что я умею шифтовать. Господи, как дебил, хожу по полчаса в одну другую сторону. А-а-а-а. Так, а-а-а, но сюда я все равно войти не могу. Блять, я никуда сюда войти не могу. Я даже в мусорку войти не могу. Это прискорбно. Товарядь, куда я... О, о, тут что-то есть. Цитата из Маркотвана. Приятно видеть, что молодое поколение ценит классику. Since I've lost, I miss my mind the most. Из всех вещей, которые я утерял... Больше всего я потерял разум, или как-то так. О, Джоан, привет, а мы тебя искали-то. Наверное, не стоит ее лишний раз дергать. Возле нее Джек Даниэл стоит. Естественно, стоит. Привет, Букашка. Что это ты тут делаешь? Привет, слоник. Мама жду. Она скоро сдает смену в аптеке. Рисую. Я где-то потеряла дневник. Вот, новый завела. Смотри. А не дневник, а... Тетрадку. Ладно, пусть дневник будет. Ты как до дома вчера добралась? Норм, я везде на великий езжу. Прямо чего-то ужасного в бас-воде не бывает. Ну, обычно. Ты вчера спрашивал насчет аварии, да? Мне не хватило так-то. Да уж, мне слегка не хватило так-то. Факт. Ты что-нибудь выяснил насчет папы? Пока нет. Ничего определенного. Пожалуйста, скажи, как что-то станет понятно для меня. Это очень важно. Просто знаешь, этот город, все это... Мне как будто воздуха не хватает. Мне нечем дышать. Даже думать не могу. Мама бесит. Когда я представляю себя в будущем, знаешь, я... Как сказать? Бас-вода там нет. И всех этих людей. Я где-то в другом месте. Только не здесь. А, ты еще привыкнешь. Я знаю, что это тупо просто... На, все просто. Не тупо. Если хочешь уехать, тебе весь мир открыт. Мир приключений и любви. За деньги. Фу. Хотя, прикосновения, это хорошо. Спасибо, что выслушал. Да уж, херня вопрос. Ладно, меня взрослые дела ждут. А меня детские, так что я тоже занята. Ладушки. Тяжело на нее смотреть. Она за два года стала старше лет на шею. Да уж. О, привет, мужик. Я не знаю тебя, но... Так. Я на тебя буду быковать! Ты, бразь, меня че не замечаешь? Э, он меня идет вперед! Ты че меня идешь вперед? Мужик, ну... Да... Давай спокойно поговорим. Блин, братиш. Та не иди ты меня вперед, господи! Ты че делаешь-то? Ты смотри, какой неугомонный. Я просто еду вперед! Он меня толкает! Мразь! Я даже... Я только подруливаю влево-вправо, чтобы не съезжать. С его пути. Ну, позацените, блядь. Это во мне лунная походка Майкла Джексона. Хе! Блин, он меня вытолкал! Падла! Какой черт это происходит? А-а-а-а! Так, ладно. Хе-хе-хе-хе. Я, в принципе, шел куда-то... В эту сторону. Да, шел я в ту сторону. Твоё налево. Так, давайте-ка подойдем к этому спидегонщику. Это Джо. Джо. Все думали, что без ног ему конец, но он справился. Силен. Он как камень, потому что черный. Ля. Какое чувство, что он даже на инвалидной колеске меня трахнет. Джо. Джо? Сэм. Бедовая ты голова. Ты как? Сколько времени-то прошло? Два года, Джо. Два года. Немало. Говорят, вчера приехал. Вчера приехал. Ребята доставали? Ну, немного. Ничего страшного. Трудно их видеть. Когда шахта закрылась, теперь она жизнь толком не заработать. Но ты смотри, себя не грозит. Зато и без ног больше никто не остался. Вы случайно Денниса не видели? Нет, жаль. А то хоккей обсудить не с кем. Не футбол? Про футбол можно с кем угодно поговорить. А Деннис уважает спорт настоящих мужчин. Но я его не видел. А, можно было с этого начать? У вас вчера не было в баре. Я после службы уехал домой. Инвалидность сделала такое. Своим ходом уехал. Хе-хе-хе-хе. Ну, решил посмотреть, как город украсили. Передать привет старой железяке. Босфут был шахтерским городом до меня. И останется им после меня. Все-таки правильно иногда вспомнить про свои корни. У меня к Деннис шахтера отношение немного не такое, как у всех. Да, ну и понятно. Как вы, Джо? Плохо, но она старить не дает. А как ты ее такую упустил? Думаю, вы это лучше меня знаете. Знаю, знаю. Но ты мне всегда нравился. Такая примета сегодня редкость. Мне нравится, когда люди, честно говоря, что думают. Ладушки. Мне надо идти, но я был очень рад вас повидать. Надеюсь, в следующий раз мы увидимся не через два года. Буду стараться. Джо не знает, куда пропал Деннис, но кто-то же видел его после драки. Так, хорошо. У нас что-то в дневнике появилось. Вау! Почему она так напоминает мне самого себя? Вдумчивость, упрямство, одиночество. Как бы я хотел доказать ей, что она ошибается во всем. Что она не права насчет отца и басвода. Что у нее будет особенная жизнь. Если бы... Какую-то памятную вещь мы так и не можем найти. Я так и не понимаю, что. Джо, те ценные бывшие шахтеры. Ну, в принципе, я так догадался-то уже. Именно его трагедия побудила меня написать статью про шахту. И все равно он на меня ни в обиде, ни за статью, ни за то, как я подвел его дочь. Да она же сама не захотела мутить. Какая-то честь меня хочет верить, что он считает меня хорошим человеком. Но я знаю, что он просто глубже других прячет презрение. Какая памятная вещь у Джо? Инвалидка, что ли? Так, что-то тут есть? Табличка. Изучить. Список шахтеров. Понятно. А, ты смотри. Старик. Твою мать, старик, как ты с тобой заговорить? Можно вам один вопрос задать? Доброе утро, пожалуйста, задавай. Но ответить не обещаю. Зачем вы начищаете памятник? Сегодня тут все должно блестеть. Особенно наш шахтер. Я уж думал, что в этом году праздника не будет. Хорошо, мистер Керкланд вызвался подсобить. Хороший повод с гордостью вспомнить, что мы... ...еще недавно были рабочими. Для вас это важно? Это для всякого Виргинца важно. Асхуяль? А почему это для вас так важно? Сколько жителей Западной Виргинии нужно, чтобы поменять лампочку? Это не похоже на урок истории. Ты мне ответ, а я тебе ответ. Ну, сколько? Два? Один держит лампочку, другой крутит планету. Ха, неплохо. Мой ответ три. Один меняет лампочку, а двое других обсуждают, почему старое было лучше. Нихуя шутки пошли. Очень смешно. Хе, ага. Смешно, но как-то нерадостно. Так что про памятник-то рассказать? А, про памятник рассказать? Я весь внимание. Этот товарищ символ времен, когда шахтеры стояли друг за другом горой. Знаешь, сто лет назад в окопах было и то безопаснее, чем в шахтах. Парни это не устраивало, и они потребовали перемен. Но корпорации, понятное дело, отказались. И собрали штрейкбрэйхеров. А, шахтерские войны. Весь профсоюз вышел на бой. Встретил штрейкбрэйхеров в округе Логан. Именно, 10 тысяч человек. Они схлестнулись у горы Блар. Шахтеры видели, надели на шеи красные повязки в знак солидарности. И взаимовыручки. Как минимум 100 человек погибло. Ради нас пролилась кровь. Вы, наверное, любите эту историю, да? Уважаете рабочих. Тяжело, конечно, было. Но тогда весь город встал единым фронтом. Ладно, пора за дело. Хочу, чтобы она как следует блестела. До встречи. Ладушки. История горы Блэр. Он только что нам рассказал. Пожертвования. Ладно. Это уже не так важно. Маки. Или это не Маки? Непонятно. Не, вроде как на Маки похоже. Хотя, кто знает. Так, ладно, с гонщиком мы поговорили. Я не романтик, но понимаю, почему местные так любят эту статую. Ладно. Пошли тогда обратно. Эту сторону улицы мы уже смотрели. Так, Джон, заговорить. Все нормально. Я просто жду маму с работы. Обычно я у папы ждала, но... Понятно. Так, то есть больше нам с ней не получится поговорить. Ладно. Нет и нет. Так, подруженька или дружок Баррикаде. Да... Да ёб твою мать. Хотел сказать, дорогу, что она не срослась. То есть... Я с ней поговорить не могу? Она же совсем рядом. Нет, у меня нет успеха так далеко, но я должен продолжать гулять. Да... 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 Чё так нечестно-то? Блядь, мне ещё задалека показалось, что у неё волосы крашены. Или... Или таки крашеные? Ля, таки в натуре крашеные. Жирная китаянка с... Такими аж пурпурными волосами. Ля... Я бы такой образ не потянул. А, ещё и штаны с дырками. Прям со свалки взяла. Молодец. Кажется, я вас раньше тут не видела. Вы проездом? Да. Наверное. Я тут вырос. Два года назад уехал. Скоро снова уезжаю. То есть, вы сумели уехать, но вернулись. Я бы и не подумал о возвращаться. Так чё, не уедешь? Ага, сейчас только сниму свои гигантские накопления и вперёд. Я живу от зарплаты до зарплаты, как все. Не хватает ни на жизнь, ни на переезд. Охуенно поговорили, я вам скажу. Реклама... Выставки. Блядь. История Басвуда. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как Басвуд получил своё название? И как скромный шахтёрский посёлок превратился в сердце округа Бун и двигатель его модернизации? Приходите в ваше любимое здание администрации, и вы всё это узнаете. Блин, я никак не могу со звуками определиться, блядь. То слишком громко, то слишком тихо. Чуть-чуть подвигал и пиздец. Так, хорошо. Сплетница. Обе говорят, что... Обе говорят, что никто не слушает стандартная картина. Ясно-понятно. Блин, какого хера тут так уютно? Карл Верника свою жопу. Блин, тупо класс. Два столика около кафешки. Всего-то два. У нас около кафешки, блин, сразу по пять столиков на два квадратных метра. Прости, тупо негде, блин. Тут два. Как его развернуть можно? И такая красотища, а? Уютно всё. Классно. Так, вход в кафе, давай войдём. Открыть. Я надеюсь, нам потом ещё дадут выйти из кафе и договорить. Ну вот, теперь и собирать. О, Сэм! О, Сэм, это же ты! Можно тебя попросить помочь слабой старой женщине? Разве я могу отказаться? Или вы будете давить меня на совесть, пока я не соглашусь? Второе. Ну и характер у тебя всё-таки. То есть, это всё, что вода хочет? Так, как тебя собрать? А, тут... Спасибо большое, ты всегда выручаешь. Кристина, а вы... Ой, Сэм, сколько лет, как же я тебя рада видеть. Да, я вас тоже, но... Я хотела вчера на похороны прийти, но, как представлю... Ой, невозможно. Я знаю, ты её хочешь перебить, потому что я жутко на тебя похож. Смотри на меня, брат, и думай о хорошем, дыши глубже. В общем, на счёт. Бедная наша Джоан, так рано потерять отца, настоящая трагедия. Я подумала, может, настольная игра её порадует, она их так любила. У бедняжки одна, только Кэти осталась, не хочу её осуждать, но... Вы сегодня Дениса не видели? Сэм, тебя мама не учила не перебивать, когда другие говорят? Говорят, они пиздят, как телевизор. Всё такой же грубин. Нет, Дениса я не видела. Хорошего дня. Ну и пошла ты нахуй. Ой, господи, какая она... Николя Линч. Да, она в натуре может линчевать. Своим пупком. Не хватает ни на жизнь, ни на переезд. Неплохой заголовок для статьи. Она могла бы написать про Николь. Это абсолютно басвудская история. Кристина, хозяйка кафе Американо. Это кафе через дорогу от моей старой работы. Мы с Анной и Ником постоянно туда ходили. Кристина знает весь город. И она, главное, сплетница во всём басвуде. Но она варит отличный кофе, а когда смеётся, её слышно на весь басвуд. По крайней мере, раньше было так. Кристина любит поболтать, но только на своих условиях. И прямо отвечать на вопросы не её стиль. Да, блядь, я это уже заметил. Сука. Чё мне никто об этом раньше не сказал? Мрази. Да, блядь. Что случилось? Почему камера неактивная? О! А чё она через ЛКМ начала? Фу, блин, ПКМ начала крутиться. Зажимаешь ПКМ, камера крутится. Отпускаешь? Нет, нихуя. Нажимаешь, снова крутится. Чё за вред? Печенье. Кристина. Здорово, Кристина. Стоимость, ага. И накладными выходит. Вот это сосредоточенность. Ой, извини, милый. Тут только что на него бурчало, я свожу бюджет. Ну, пытаюсь. Как ваши дела? Бюджет сходится? Она только что сказала, что пытается. Аж сбегается. Как змея с четырьмя шарами. Да уж, неудобно ей, наверное. Вообще. Это мой дедушка так говорил. До сих пор не знаю, почему. Но выражение универсальное. Просто у деда был большой член. Ладно, что было, то прошло. Мне сделали очень ценное предложение. Так что разобраться с бюджетом особенно важно. Ужас, помрёшь с ним. Не думал, что придёт день, когда вы подпишите франшизный договор. Ха, только через мой труп. Ты знаком с Хью Киркландом? Это новый хозяин аптеки. Он взялся мне помочь и решил в нас вложиться. Невероятно, правда? И правда невероятно, что он хочет взамен. Милый мой, не понимаю, откуда в тебе такой цинизм. В маленьких городках принято друг друга выращать, если надо. Это не только в кино, знаешь ли, бывает. О, да. У вас всё ещё лучший кофе в городе, да? Милый, ты же знаешь, это не так. Лучший в полицейском участке. Без кофе особо уважают, мне до неё далеко. Она из своего кармана за элитные сорта платит. Какую же надбавку надо делать? Это же какую надбавку надо делать, хотя с прибылью и сейчас не очень. В последние годы работа что-то не идёт. И не у меня одной. Пусть хоть все закроются, но ваше кафе точно выживет. Вот так не сдадитесь. Может быть, может быть. Но ты же знаешь, мы народ крепкий. Скажем, я думал, одни шахтёров уже не будет, а вот сам посмотри. Фух. Так странно себя чувствую, давно я не был у вас в кафе. Почти два с половиной года. Она ходила, а вот ты пропал. Он уехал. Вы заметили? Я знала, что вы разбежитесь. Грустно это всё. Похоже, вы поняли это до меня. Я всегда одним глазом в цифры, а другим на гостей. Хотя я-то, конечно, лучше бы обеими глазами на гостей. Обоими. Если это не противо, мне надо закончить. О, да, конечно. Желаю, чтобы всё сошлось. Угу. Угу. Так. Мы с ней поговорили. Сейчас они, как и у всех, проблемы с деньгами. Ну ладно. Знаете ли, у меня тоже проблемы с деньгами, но ничего. Я ещё как-то живу. Блядь. Плаксицилия, блядь. Пейзаж. Блядь, как покрутить-то? А вот, всё нашёл. Я не привык, что она заглючила. Она пока... Кофи... Блядь, мы серьёзно решили на это посмотреть? Да ну нахуй. Нет, стоп. Господи. У меня мышка на второй экран улетела. Привет, чувак. Я тут вроде всех знаю, но вот тебе нет. Пару лет назад я тут всё время сидел. А, так ты из тех, кто свалил после закрытия шахты В каком-то смысле, да С тех пор ничего не изменилось, бас, вот и всё такой же скучный Большинство это бесит, а мне нравится, тут спокойно Тихо Да, тихо, даже часа пика особо нет, да уж Так, чё-то мне этот чувак не нравится, он любит, что тут тихо А он какой-то подозрительный Мрайс Закарикон Когда он нам сказал имя? Наверное, бросил школу, но ему как будто нравится в бас воде По-моему, чтобы протирать столы особо... Особо знаний не надо, в школьных даже Печенье, хорошо было бы начинать день с печенья с кофе Возможно Но я начинаю с пельмешек и огромной кружки кофе Занятый человек Почему, если чёрный, сразу занятой? Типец Растения... Хорошо выглядят Хоть кто-то умеет ухаживать за растениями Всё просто, но мало кто справляется Ясно Записька Ищу без вознаграждения Утеряна книга под названием Ля Скоружие Шестая в серии про человека-тихоходку Ля... Если найдёте, оставьте Кристине Она мне передаст спасибо Д... Блять Подожди Кончайно перевышал Очень сильно Да, клан Ясно Конкурс... Конкурс... С чего нахуй? Конкур... Капкейков, господи Приносите ваши самые вкусные и красивые капкейки Победитель конкурса получит Тридцать капкейков Мы ждём ваша лучшая идея Снова проходит конкурс капкейков Еееей Крутяк Ладно, насрать На самом деле Пустая полка Не похоже на Кристину пол Пустота вынужденная Так, а сюда мы можем зайти? Нет, сюда мы не можем зайти Так По-моему, я тут уже всё осмотрел Вроде как Так, туда пройти не могу Туда тоже Ну, собственно Эм, да? Ладно, давайте выходить Там... Игра, выпусти меня! Спасибо! Так Ага Хорошо, спасибо Мне дают досмотреть Что я ещё не досмотрел Так, какой-то странный грузовик тут Стоит В нём полюбос возят трупы Нет? Ну ладно Так Трэкс энд Тюнсы Любимые магазин Анны Она каждый месяц Покупала тут пластинки Ну, хоть, слава богу, не гитара А то Каждый месяц новая гитара Это было бы жёстко Да Так, хорошо О, смотри Тут Опять работает мышка Без ПКМ Бля Сюда тоже сходить надо будет Космический корабль Отличная игрушка для ребёнка, у которого нет друзей 50 центов за минуту Эскапизма Раньше просили 25 Ужас Как подорожало-то Или они переб... Блядь Ты тут весь день тор... Ты тут весь день торчать собираешься? У нас свободная страна Поговори мне ещё А мне на тебя люди жалуются Так что давай, чтобы я тебя тут не видел Что ты только что? Работа у меня такая, брат Ничего личного Я смотрю, ты один сегодня не с той ноги в стол Извини за эту сцену Некоторые человеческих слов не понимают Кстати об этом Ты ещё не уехал? Ты случайно Дениса не видел? А зачем он тебе? Хотел извиниться за вчерашнее Ты бы подождал с этим пару дней? Говорят, ты Дениса вчера конкретно так и делал Я тебя не осуждаю, рот у него грязный Пусть учится себя вести С... С кем это ты там разговаривал? Да, так То и не ядство, не преступление Вот не санкционирование, а проникновение, да Санкционирование Я стараюсь совсем вежливо Но трудно, когда в ответ одни оскорбления Делаешь, что положено А тебе свинья фашист А потом ещё поют и весь город разрисуют А я, значит, сволочь Неприятно, знаешь ли От этого здорово Здорово устаёшь Прямо изматывает Как будто весь день вагоны разгружал Ладно, извини Чё-то я запиздился Надо иметь в виду В этом городе честно и трудно Труд уважают не все Поверь, я в курсе Не буду тебя задерживать, Деклан Хорошего дня Давай, удачи Так, ну с ментом мы в хороших отношениях Ей, мне нравится Крутяк Так С нашей последней встречи он как будто стал увереннее Ну и как-то напряженнее Чупик в жопе, видимо Поднадуле Статистика Встреча с Кристиной Я не стал тратить время на болтовню Кристины А вот Ну и что Сыщик Итан Подходим Ладно Я ни хера не понимаю На кой черт тут Что вы Что от статистика Значит Типа какие выборы я сделал Да мне честно говоря Как-то наплевать что ли Я не знаю Как еще это объяснить Да мне наплевать Кто меня будет осуждать, а? Подожди Граффити Еще ходячие мертвецы Наглядное доказательство Что не все граффити Дело рук вандалов А боже Какие мертвецы Это шахтер Аааа Не, ну в принципе Я не похожа Раньше тут граффити не было Странно, что не закрасили Может быть странно Может быть нет Кто знает Дом в продаже Джонса выставили его на продажу Еще 4 года назад Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, ладно, пусть Деклон его напрягает, не будем ему мешать, он занимается особо важной работой, так, аптека, аптека, вот надпись, сука, появись, о, спасибо, может Китю что подскажет, или новый хозяин аптеки, ну, давайте пойдем узнаем, открыть, ну, в принципе, кстати, да, аптека очень весьма очевидное место, он получил пиздов, и ему надо было чем-то залечить раны, так что он должен был бы зайти в аптеку, и ведь так, полагаю, да, Эй, уйди Прошу прощения Иди, иди, говнюк Потише там Это че такое было? Ээээ, это вилепо, блять Икики и Хью были на поминках, эээ, так что что-то там, это вот так Коляска с электроприводом, без страховки лучше не ездить Многие шахтеры садятся в кресло с их-то легкими И без их-то ног! Господи, я надеюсь Еб твою мать Господи, домочка, какая-то Какая-то нелепая Леопардовая кофта И поверх нее Розовый свитер без рукавов Ааааааааааааа, у меня глаза вытекают Обезболивающее, когда надо их Нет, их тут, по-моему, дохера Снотворное требует серьезного отношения Так, мы с тобой Слушайте, я с ней сейчас Тара, о! Тара, тебя не украли, это Тара О, Сэм, ты за средством от своего расстройства? Так, у меня какое-то расстройство Ты ведь не от природы, такой Не стесняйся, я никому не скажу. А у меня не герметичность кишечника. Это когда стенки кишок истончаются. И начинают пропускать в кровь какое-то говно. Вот ещё средство, если не поможет, так хоть и не навредит. Здорово, что у аптеки появился хозяин, только подумать. Город без аптеки, всё равно, что я с протекающим кишечником. Надо будет в интернете посмотреть, поищу, что лучше взять. Приятно было пообщаться, Тара. Боже, а зачем я её не спросил про Денниса? О, спасибо, мне тоже. Она же тупая, она могла выдать мне... О, боже! Почему я сначала делаю, а потом думаю? Диплом... Диплом хозяина аптеки, внушаю доверие клиентам. Видимо, да. Да, развернись, мразь. Сэмюэль, извините за Ричарда, он довольно сложная личность. После вчерашнего я думал, что сегодня вас не увижу. Даже боялся, как бы не вышло, как с вашим другом. Вы сильно... Были сильно нетрезвы. Если честно, я с вчера ничего не помню. Напился я до полусмерти, явно не мой звёздный час. Пожалуй, после драки в баре. Я не дал вам погнать за... Противником на улицу. Я попытался отобрать у вас ключи. А вы наотрез отказались. Извините, мой противник Дэннис, вы его не видели? Сегодня нет. Нет, не видел. То есть можно было их всех выслушать, и этот бы мне сам всё рассказал. Ваша статья, вы оказали этому городу услугу. Пожалуйста, не приукрашайте. А он сказал, не лицемерьте. Это чистая правда. Шахта была как пластырь на порванной колёнке. Иногда правильно принять непопулярное решение. Вижу, вы в это верите. Я бы предложил вам чего-то нового. В некоторых случаях лучшее лекарство это время. Торговец лекарствами не хочет продавать мне лекарства. Мне интересно. Все лекарства и все яд. Вопрос лежит в дозе. Доброго дня вам, молодой человек. Может, у вас есть ещё какие-то вопросы? Не могу не спросить, почему вы переехали именно сюда? Всё-таки странный вопрос. Я понимаю переехать отсюда, но сюда? Там, откуда я переехал, было ещё сотня других. Аптек, да, продажи идут на отношения с клиентами, не складываются. А ещё, если честно, я всегда мечтал в старости поселиться в городке в горах. Сэмюэль, я видел, вы говорили с Волтером. Можете его кое о чём попросить? Без проблем, о чём? Знал, что вы меня выручите. Может, в Басвуде Джангл напечатали бы обо мне статью. Дело в том, что старожилы до сих пор считают меня чужаком. Не удивительно. Постараюсь вспомнить, когда в следующий раз вижу его. Приятно было пообщаться. Но боюсь, пора возвращаться к работе. Приходите ещё, буду рад. Так, в дневнике появилась новая запись. Ну, то есть, я ещё не у всех расспросил? Дневник. Он успел составить мнение по поводу моей... Статьи. Абсолютно уверен, что она сделала хорошее дело. Возможно, он такой один во всём... Городе. И неудивительно, он ведь... Он ведь не местный. Так, хорошо, я понял, и... Ладно, давайте ещё... С этой, может, можно поговорить? Конфеты. Стратегически выставленная детская радость. Что? Не надо выставлять детскую радость. К открытке с Басвудом. Оля, какая симпатяга. Эта букашка сделала на День Матери много лет назад. Много, блядь, что? Эта букашка сделала на День Матери много лет назад. А Китти хранит. А, боже, это мамаша! Господи, твою налево! Привет, Китти. Сэм, чем могу помочь? Зайдём сразу с козырей. Деннис к вам сегодня не заходил? Деннис, я его с вчера не видела. А что, скучно живётся? Мы с ним вчера повздорыли, даже подрались. Правда? Жаль, я пропустила вам обоим. Это очень полезно получить в лоб. Но я ушла раньше из-за Джоан. Обязательно было убеждать её, что бред не про убийство Ника, правда? Я не это. Я хочу видеть мою маленькую Джоан, а не маленького Сэма Хиггса. Который везде сует свой нос и ищет проблем. А теперь она только и твердит, что ты докажешь её правоту. Извини, знаю, ты не виноват, но... Я просто... Просто... Просто не знаю, что с ней делать. Она же моя дочь, но я чувствую, что я её теряю. Чокер из... Крестика? Ёб твою мать! Если босс видит, что я тут прохлаждаюсь, пизды получу. Ясно, понятно. Она ничего мне нового не рассказала. Оп-па-па. Пешие маршруты. По маршрутам лучше всего ходить одному в воскресный день. Я понял, ничего важного. Что такое? Я сегодня планирую работать в кафе. Буду очень рада поговорить, если ты ещё не уехал. Мы же, блин, про Денниса так нихера и не узнали-то. Эммм... Подожди. На И. А, то есть я уже расспросил. Ясно, понятно. Хорошо. С Анной мы повидаемся, но повидаемся уже в следующий раз. А сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok